Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири и мы будем читать 38-й Псалом Царя Давида, по имени Господи Царя Давида и всю кротость его. Псалом этот имеет надписание «В конец», то есть тут есть пророчество о последних временах, «Идифуму» — это современник Давида, начальник священных музыкантов, песнопевец. Смотрите, первый Паралипоменон 16, 41, 25, 1, 3, 6, второй Паралипоменон 5, 12. Также этот человек был псалмопевец, то есть он мог редактировать псалмы Царя Давида. И другое надписание — «Песнь Давида». По содержанию этого псалма принято считать, что он связан с теми гонениями, которые против Давида организовал его сын Авесалом, Авшалом, когда восстал против своего отца. И псалом начинается словами «Я сказал, буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим. Я положил устам моим охрану, доколе стоит грешник предо мною». О чем здесь говорится? То есть он явно не хочет отвечать на какое-то злословие. Об этом говорится в 10 стихе. Как и поступает Давид с Семеем. Семея — это человек, который злословил Давида, кидался с камнями, когда Давид бежал из Иерусалима. Об этом рассказывается в 2 книге Царства, 16 глава, 13 стих. Вот такое объяснение предлагают Василий Великий, Феодорит Кирский и Зигабе. Семей по древнему преданию был очень благочестивый человек. Вот тот самый, который злословил Давида. И потом на смертном адре Давид говорил, что надо, чтобы он все-таки был наказан даже смертной казнью. Считается, что это был человек, который нелицеприятный человек был, Семей. И он готов был обличать даже царя, который ехал в окружение вооруженного отряда и требовать для него наказания. Вот это надо иметь все-таки мужество, поступать так, как поступал Семей. Но в законе Божьем сказано, начальствующего в народе твоем не злословь. И, конечно, Семей нарушил это правило. И так как Давид был царем, который имел право совершать суды, любой царь имеет право совершать, вершить суд, мы помним суды Сламона, так как они описаны в Библии, то Давид, конечно, не оставил без наказания Семея. Уже перед смертью он сказал, что он должен быть наказан, потому что тогда наказание человека снимало вину с человека, потому что действовал принцип, что заодно дважды не наказывают. Но Давид не разрешает своим людям обижать Семея. Когда он кричит на Давида, бросается камнями, грязью в него, Давид как бы соглашается с тем, что этот человек, Семей, кричал на него. «Я сказал, буду ходить в путях Господних», настаивает Давид во многих псалмах. А здесь мы читаем «Я сказал, буду хранить пути мои», то есть те стези, на которые меня поставил Бог, чтобы не грешить мне языком своим, я положил уста моим охрану, доколе стоит грешник предо мной. А если Семей благочестивый человек, почему он здесь называется грешником? На самом деле Семей как бы явил образ Давида как грешника. Он кричал «Почему вы не хватаете этого блудника, прелюбодея?» Он так кричал на Давида. «Почему вы не хватаете?» Он кричал «Людям Давида, убийцу, мужа, женщины, над которым он надругался, чтобы побить камнями». И на самом деле Семей показал Давиду, самого Давида. Поэтому это можно истолковать и таким образом. «Я онемел и смирился, и замолк». То есть он не возражает. Он принимает эти поношения как нечто законное. «Лишившись благ». Что значит «лишившись благ»? По-славянски «от благ». То есть иметь в виду «лишившись благ земной жизни и спокойствия совести», так понимают святитель Василий Великий, Афанасий и епископ Евсебий Кисарийский. «Я онемел, смирился, замолк, лишившись благ». То есть я понял, за что я лишился благ. Я покидаю Иерусалим, покидаю свой царский дом. «Семей прав» — это наказание мне, попущенное Богом. «Сын мой восстал на меня». А что же говорить о людях, которые мне даже не родственники? «И болезнь моя возобновилась во мне». Здесь он видит множество нравственных, моральных недугов. «И в то же время он восклицает, согрело все сердце мое во мне, и в размышлении моем возгорелся огонь». В каком смысле согрелось сердце его? «Огонь скорби разгорелся о совершенном грехе», так пишут Афанасий Великий и Феодорит Кирский. Огонь ревности о покаянии вспыхнул в его сердце. Это очень важно, что горение такое внутреннее возникает в нашем сознании, когда мы алчим и жаждем пережить покаяние, стать свидетелями Божьего прощения по отношению к нам самим. «Рек я языком моим». Что же он рек языком своим? Пятый стих. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, а какое оно, да уразумеют, что остается мне». «Да уразумею, что остается мне». То есть все неопределенно, когда он покидает Иерусалим. Он не знает, сколько времени осталось ему жить. Конечно, он проживет еще значительное участие времени, но тогда он все не знал, когда покидал святой город, а сын уже с войсками заходил в него. «Вот ты пядями измерил дни мои и состав мой». То есть все то, что внутри меня, как бы ничто пред тобою. Подлинно, все суета, всякий человек живущий. «Вот ты пядями измерил». Имеется в виду, по-славянски «положил», как бы разложил на пяди. То есть измерил, сразмерил. То есть ты все знаешь, что во мне. Дни мои и состав, то есть организм, природа и жизнь человека в сравнении с вечной жизнью Бога. Ничто. Это пишет Пеодорит Кирский, а Афанасий Великий. То есть пред тобою, то есть пред Господом, в сравнении с Господом, все это ничто. Подлинно, все суета. Всякий человек, живущий на земле. И в Библии такой образ сказано. А что такое жизнь? То есть жизнь человека. Как пар, который на малое время является, и потом его уже нет. Да, подобно призраку ходит человек напрасно. Только метется он, собирает сокровища, а не знает, для кого собирает его. То есть все как пар, все призрачно. Вот слово «призрак», то есть человек ходит как призрак. То есть подобно некому изображению. Виду, тени, картине. Такое решение предлагает Феодорит Кирский. То есть как бы все нереально, все расплывчато, все размазано. И эти сокровища, которые человек собирает. А кто будет наслаждаться этими сокровищами? И ныне, кто упование мое? Вот в этот момент, когда суды Божьи начались над ним. Не Господь ли? И состав мой, то есть все, что есть во мне, от Тебя произошло. От всех беззаконий моих избавь меня. На позор безумному ты отдал меня. Все-таки это Семейха, это человек благочестивый, но он ведет себя как безумец, как юродивый. Ну а кто тронет юродивого? Никто. Поэтому Давид не разрешает трогать его. Я немел и не открывал уст своих, ибо ты так сделал. То есть это от Господа. И Давид так и рассуждал. Если сын мой восстал на меня, а что же вы удивляетесь, что вот Семейх поносит меня, кидается в меня камнями, грязью. Ибо ты так сделал. Он принимает это как из рук Господа. Это свойственно святым людям находить оправдание для своих обидчиков. Например, Ава Дорофей, насколько я помню, он описывает, брат один по ночам приходит в мою келью, вытрясает клопов на меня из коврика и мочится на мою подушку. То есть справляет малую нужду. И Ава Дорофей пишет, наверное, по простоте душевной он это делает. Как это по простоте душевной? Но святые отцы — это святые отцы. У них чистое восприятие жизни. И в Давиде мы видим тоже это чистое восприятие жизни. Вот этот псалом, эти отношения с Семеем. Я немел и не открывал уст своих. Ибо ты так сделал. То есть он принимает все эти поношения, как попущенное Богом. Отстрани от меня удары твои. То есть это не люди нападают на меня. Это ты, Господь. Ибо от крепкой руки твоей я исчезаю. Я исчезаю. То есть исчезает слава моя, достоинство мое. Обличениями за беззаконие ты научал человека и сокрушил, как паутину жизнь его. Так суетен всякий человек. То есть Господь научает его этими обличениями. Он понимает, что он заслужил этого, потому что это за беззаконие. И в то же время он молится. «Услышь молитву мою, Господи, и молению моему, внемли, не будь безмолвен к слезам моим, ибо я странник у тебя и пришелец». «Ибо я странник у тебя и пришелец». То есть временно живущий на земле и ожидающий небесного, горнего Отечества. Об этом говорится в послании к евреям 11.13, что подлинно и праведно это странник и пришелец. «Как и все отцы мои», то есть Авраам, Исаак, Иаков, которые действительно как странники и пришельцы, они перемещались по святой земле со своими стадами, со своими женами, со своими детьми. «Дай мне облегчение», как бы резюмирует Давид в окончании этого псалма, «дабы я успокоился, прежде нежели отойду и более не будет меня». Здесь он просит, чтобы Господь хотя бы перед смертью дал ему бы некое облегчение перед тем, как отойти, то есть когда не будет моего существования в земной жизни. Эти слова перекликаются со словами Иова 7.21 и 10.21. Вот такое объяснение предлагает Феодорит и Афанасий Великий. То есть Давид молится, «я скоро отойду, то есть жизнь моя прекратится и не будет меня здесь на земле. дай мне хотя бы некоторое облегчение». Господь на самом деле даст Давиду и победу над Весоломом, но это будет горькая победа ценой смерти его сына, и она тоже привезет ему тяжелые переживания и потрясения. Итак, мы изучили этот Псалом, который, наверное, надо читать, когда человек терпит гонения от родных и близких или его поносят, но поносят справедливо. Субтитры создавал DimaTorzok